у меня в руках хорошо знакомая всем жировка внимание вопрос как вы думаете сколько процентов от реальной стоимости тепловой энергии вы оплачиваете по своей жировке вы знаете а я вот нет давайте выясним видео проект тепло ухату за меньшую оплату снова с вами ну когда было отопительный сезон конечно много высчитывали я думаю большую часть более 50 процентов я вообще-то не в курсе там жена у меня оплата темп войны и занимает большую часть меня вообще-то муж этим занимается большая часть я думаю они там сидят в кабинетах у них все просчитано мне кажется они народ не обманывают у нас счетчиков никаких нет мы не не понимаем сколько мы использовали как мы использовали как можно сэкономить это тоже ничего такое недоступного у нас нету и просто отапливает настоящее время население в том числе и я не задумываясь о том какую цифру нам пишут в жировках почему мы не задумываемся а потому что эта цифра для нас очень мала эта цифра для нас мало и мы ее не замечаем очень дорого стоит отопление в и могу обратить ваше внимание что тарифов то у нас стране для населения 2 если в квартире никто не зарегистрирован то тариф очень дорогой а тогда когда в квартире хоть один человек зарегистрирован то он датируется государством просто глобально на текущий момент времени в четыре с половиной раза если потребитель платит только вот эту одну четырех с половиной долю то все остальное кто платит государственно государство же тоже откуда то берет средства от прибыли предприятия от налогообложения чудес нету предыдущих сериях мы выяснили что проведение энергоэффективных мероприятий позволяет снизить потребление тепловой энергии для каждой квартиры и соответственно для всего дома но если оплата за тепловую энергию для хозяина квартиры сегодня сравнительно невысокая то и экономия которую он получит после проведения энергоэффективных мероприятий тоже будет сравнительно небольшая так стоит ли сегодня вкладываться в тепловую модернизацию. Так что они живут лучше, еще они экономят энергию. Когда мы общались с нашими коллегами из Литвы и спросили их, что побуждает ваших граждан участвовать в этой термореновации. Все-таки, наверное, потому что вы умеете считать деньги, мы им сказали, потому что у вас каждый платит за тепло по себестоимости на уровне 80-90 евро, но что наши коллеги посмотрели нам в глаза и сказали, нет, нет. Как нет? Это же сумасшедшие деньги, да, для нас, в принципе, и для вас, для физического лица. Нам ответили, нет, на первом месте это стоит качество жизни, условия проживания, вывоз, утилизация твердых бытовых отходов, канализация, холодное водоснабжение и так далее, и так далее. Тариф на электрическую энергию население оплачивает на современном этапе уже 100%. Тариф на тепловую энергию для населения ежегодно будет ползти вверх. И если сейчас мы не замечаем вот этой цифры, то с каждым годом эта цифра все больше и больше будет оказывать влияние на итоговую цифру в жировке. С вами был проект Теплоухату за меньшую оплату. До встречи в следующих сериях. Это возможность сегодня как людей, собственников, так и государства, поскольку это, я еще раз подчеркну, и государственная задача сегодня, и проблема. Сделать шаг навстречу друг другу и, наверное, расточительно будет со стороны потребителей не воспользоваться вот этой возможностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова